Снова Дмитрий, город Харьков, Бен-Ноах, над моей головой небесным Ярушалайм, точнее храм, но Ярушалайм тоже почти над головой, слева-справа. Сегодня я хотел разобрать Зера Шемсона, давно мы жили без него, а это зря. Он разбирает 29-й Пасук, 29-9, глава Перек 29, Пасук 9. Я думаю, включу демонстрацию экрана ненадолго. Все, наверное, знают этот знаменитый Пасук. Все вы стоите сегодня перед Господом, Богом вашим, главой ваших колен, ваши старейшины, ваши смотрители, все мужики Израиля. Зера Шемшон цитирует Раши, но Раши задает очень интересный вопрос. Он говорит, почему наше собрание всех евреев состоялось после того, как были даны проклятия в прошлой главе. Мы же помним, у нас есть глава Китова на прошлой неделе. Здесь было 98 проклятий. Они большим списком шли, 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 шли. Вот вся 28-я, почти вся 28-я. И здесь немножко продолжение проклятий на любой вкус, любой цвет, очень страшных и не очень. А после этого Машера Бейну говорит, все вы стоите сегодня перед Господом. Раши задает этот вопрос. Если мы с вами уже говорили, книга Дворим отличается от всех остальных очень сильно тем, что мы можем делать выводы аллахические только из расположения Параши Йо. То есть если у нас Параша про проклятие стоит рядышком с Парашой Митцвы и Гаггель, всех евреев собрать вместе, то что-то в этом есть. Если две главы с разными смыслами стоят друг с другом, из этого можно делать выводы. И Раша пытается сделать выводы. Но выводы он делает в 29.12. Вот 29.12. Чтобы поставить тебя сегодня ему народом. Нет, он тебе будет Богом. Вот смотрите, он задает вопрос. Раши, зачем эта Параша про стояние? Стоит сразу после Титало. Он говорит, аллегорическое толкование гласит, почему раздел вы стоите расположен рядом с проклятиями в предыдущем разделе? Ответ. Потому что когда сыны Израиля услышали 98 проклятий, кроме 49 второткоаним, то их лица пожелтели от ужаса. То есть, когда они смотрели, вернее, слушали Маше Робейну 98 проклятий, лица их пожелтели. И они сказали, а кто устоит при этом? Я бы тоже этот вопрос задал. Разве можно пережить все эти проклятия? И Маше их стал успокаивать. Вы стоите сегодня перед Господом. Немало вы гневили, он не истребил вас, и вы сейчас существуете перед ним. Таким образом он их успокоил. Раз вы стоите сегодня перед Господом, значит, все будет нормально. Вот такой интересный комментарий Раши, зачем сейчас Маше их всех поставил. Надо заметить, что в русском языке мы видим с вами, где Раши говорит, сыны Израиля услышали 98 проклятий. Видите, да? 98 проклятий. Это неправда. Здесь написано неправда. Я думаю, что наш любимый Алекс напишет на толдотру, пусть они это исправляют. 98 проклятий в оригинале у Раши не написано. Давайте проверим английский перевод. Сифари. Ищем 29.12. Открываем. 29.12. Открываем комментарий Раши и смотрим перевод. Не будем пока оригинал смотреть. Смотрим перевод. Потому что когда Израиль слышал 98 курсов. Видите, да? То же самое, что и русский переводчик. Такое ощущение, что английский переводчик скопировал у русского, либо русский у английского. Ну что это за глупости? Вот как можно доверять переводчикам? А ты скажешь, как в оригинале написано? Я вам сейчас покажу. Вот я перехожу. Я просто уже прочитал. Прочитал? Молодец. Теперь смотрим, что у нас написано в оригинале. У нас написано Меа Клалот Хасер Штайн. У нас не написано 98 проклятий. У нас написано Меа это 100. Клалот проклятий. Хасер минус. Штайн 2. У нас 100 минус 2 проклятий написано в оригинале у Раши. Какое право имеет переводчик Раши переводить 98? Надо переводить 100 проклятий в минус 2. Видите, да? Вот оригинал. Вот по поводу остального у меня вопросов нет. А вот этот перевод... Ну, надо брать переводчика. Ну, в переводе Фриме Гурфинкель, который есть у меня в печатном издании, написано правильно. Я тебя поздравляю. Гурфинкель... Давай напишем... А, нет. Уже, к сожалению, некому писать. Я же в прошлый раз говорил, там перевод не Гурфинки. Да. Ну, я в любом случае... Даже Сифария. Это очень уважаемый... Сифария, то, что вы сейчас видите, это очень-очень уважаемый ресурс. Большинство раввинам, которых я знаю, они мало того, что регулярно деньги посылают в Сифарии. Тут есть у нас донат, донейшн делать, контрибуцию, делать вклад. Плюс они все пользуются. И все читают. И никто не исправляет. Я не знаю, короче, но это уже не наша проблема. В любом случае у нас очень странно вот это 98 проклятий у Раши. На самом деле 100 минус 2. Теперь надо понять, что сказал Раши. Раши сказал, проклятия были, евреи стояли, плакали, трясли с коленки, они пожелтели от ужаса. И в качестве успокоения Машера Бейну сказал, не проблема, все вы стоите сегодня перед Господом, он же вас не уничтожил, значит все нормально. Поехали дальше, да, называется. Можно дальше Раши не изучать, все стало нам понятно. Фух, как легко на свете жить. Приходит Зер Ашимсон и портит нам все наше понимание. Он задает три вопроса и дает три гениальных ответа. Оцените сначала вопросы. Вопрос первый. Почему евреи так расстроились, что их лица побледнели? Причем они расстроились после 98 проклятий. Если мы с вами почитаем в книге Вайкра, в Бехукатай, там где были тоже проклятия, там Раши не пишет, что у них побелели Россию. Вот видите, тут много всего написано. Там ни о какой желчизне лица не идет речь. Там все нормально. Они их выслушали геройски все эти проклятия и поехали дальше. Почему проклятия в Китово заставили евреям испугаться? Интересно. Мы, конечно же, с вами как умные бнынохи, которые изучаем Тору не первый год, можем придумать 25 разных ответов. Первое. 98 и 49. Две разные цифры. В два раза больше. Почему бы не испугаться, если у тебя в два раза больше проклятий? Второе. У нас в Китово, 98 проклятий, не было прямого утешения по завершении проклятий. А там было утешение, тоже мы с вами изучали. Дальше. В 98 проклятиях 7 раз используется слово Шамад. Шамад это полное уничтожение. А там, в Бехукатай, 49 проклятий, там не было пол этого слова. Вообще не было ни одного раза. И так далее. Мы можем как умные бнынохи ответить на этот вопрос. Но за Рашемшон совсем в другом направлении идет. Вопрос вы поняли. Почему они так испугались, что лица их побелели, пожелтели после 98 проклятий? И почему их лица оставались красными и довольными после 49 проклятий? Это первый вопрос. Второй вопрос. Раши как понять? Почему он не пишет 98 проклятий, а пишет 100 минус 1 и 100 минус 2? Почему не объясняет? Такое ощущение, что Раши знает, о чем речь идет. Мы-то с вами не знаем. Он переводчик даже, видите, не знал. И русский, и английский язык. Перевели 98. Зато математик был. Переводчик хорошим математиком был. Он понял, что если 100 минус 2, значит 98, переводим 98. Проблемы нет. Что было в голове у Раши, когда он это писал? 100 минус 2. Ведь мы знаем, что Раша это один из первых комментаторов Торы. Он гений. Он написал комментарий на Тору. Он написал письменную. Он почти на все трактаты Талмуда на устную Тору написал комментарии. Мудрец мудрецов. Я его называю папа комментаторов Торы. Ведь просто так он ничего не пишет. Почему он написал 100 минус 2? Его слово на вес золота. Почему в Бэхукатай, когда надо было написать 49 проклятий, он не пишет 50 минус 1? А здесь написал 100 минус 2. Алекс, может ты знаешь ответ на этот вопрос, нет? Нет, ответ не знаю. Говори. Вот. Мы сейчас будем отвечать. Я когда готовился, я нашел еще объяснение. Несколько, кроме Зара Шемшона. Вопрос номер 3. Тоже очень классный вопрос. Он говорит, как слова Маше «вы стоите сейчас перед Богом» могут успокоить народ? Проклятия были страшные. Я даже не хочу вам повторять. Одно страшнее другого. Народ волнуется, переживает, дрожит, белеет, желтеет. А Маше ничего другого не придумал для успокоения, как сказать. Но вы же еще стоите, и все сказали, фу, слава Богу. Ну, Маше Робейн, ай-яй-яй, молодец. Успокоил нас. Что это за успокоение такое, вы стоите? Сначала напугал, что они лицо потеряли. А теперь он говорит, а вы стоите, все нормально, успокойтесь. Прекрасное успокоение Маше Робейн. Он просто гений психологии и воспитания. Кстати, отсюда еще один вопрос возникает, который Зарашемсон мне задает. Если цель Маше Робейна напугать евреев, чтобы они исполняли заповеди, то какой смысл сейчас их успокаивать? Вот подумайте. Он последний день своей жизни. Он хочет... Алекс, ты видел, что это произошло? Все, да, что-то произошло. Да, я не знаю, что. Ну, в любом случае, меня видно, меня слышно. Продолжаем, на ютубе все идет, так что продолжим. Поэтому вопрос, есть ли цель Маше, чтобы евреи не грешили, нужно их хорошенько напугать, то какой смысл сейчас успокаивать их? Прочем успокоение очень странное. Вы стоите, все спокойны теперь, да? Все лица снова у них побелевшие и превратились в покрасневшие. Теперь ответы Зарашем. Напомню, первый вопрос. Почему евреи так расстроились, что их лица побелели после 98 проклятий, а после 49 все было нормально? Почему Раша пишет 100 минус 2, а не просто 98? И почему слова Маше «вы сейчас стоите» является успокоением? Ответы гениальные у Зара Шемшона. Оцените. Он говорит, да, в 98 проклятиях, в главе про 98 проклятий, есть очень интересный, особенный пасук. Он очень странный и двусмысленный. Этот пасук 28, 61. Вокруг этого пасука весь рассказ. Демонстрация экрана. 28, 61. Вот он наш пасучок. Внимание, читаем. Так же всякую болезнь и всякий удар, о каких не написано в книге учения этого, то есть в Торе не написано, возведет Господь на тебя до уничтожения твоего. Какие страшные слова. То есть у нас есть Холи. Холи – это болезнь какая-то. И у нас есть Мака – это удар тоже какая-то, которой не написаны в книге. В Торе нет про них ничего. И именно этот Холи и этот удар, и эту Маку Господь наведет на тебя до уничтожения. На иврите звучит – до полного уничтожения. Какой страшный пасук. Мне кажется, что это самый страшный пасук среди всех. Хотя, кто внимательно читал, тут есть такие, что язык не поворачивается их повторять. Вот. А дальше Зарашемшон говорит. Когда евреи слушали 49 проклятий в книге Вайкра, и когда они слушали 98 проклятий до этого 61-го пасука, они нормально воспринимали всю ситуацию. Они думали, что это все скрытые благословения. Знаете, да? Когда не хотят сглазить маленького мальчика, то говорят – ах, ты какой страшненький. Не говорят – какой ты красивенький. Ах, какой ты страшненький. Вот. Так, например, Машера Бейну свою жену называл Ципора. Черная. Хотя она была белая, якобы красивая. В любом случае, когда Машера Бейну перечитал все эти проклятия, евреи думали, что это скрытые благословения. Зарашемшон задает вопрос – разве Всевышний хочет уничтожения еврейского народа? Конечно же, нет. Но когда Машера Бейну прочитал 61-й посук, у них все перевернулось в душе. До этого были очень четкие, определенные болезни, страдания и беды еврейского народа. А сейчас два удара, две болезни, два проклятия. Мало того, что они непонятные, непонятно какая болезнь, непонятно какой удар. Плюс они неопределенные. И самое главное, что они не описаны в Торе. Мы, смотрите, мы любое из проклятий возьмем. У нас есть «Озлит согласно его брата». «Озлит согласно лужа». Тут у нас много эротики, которые мы не будем с вами изучать. Про саранчу написано. Понятно, что придет саранча и съест плоды твоей земли. Сбросит олива твои, общерви, которые съедят и так далее. Тут ты обезумеешься от видения глаз твоих. Все ясно, все определенно. У тебя есть глаза, ты куда-то посмотрел и сошел с ума и так далее. Все ясно и понятно, в кавычках. 61-й пасук, он приводит непонятную болезнь и непонятный удар. И непонятно, где это написано. В Торе их точного нет. И плюс до полного уничтожения. Вы придете к врачу, врач скажет, «Здравствуйте, у вас такая-то интересная болезнь, что вы скоро умрете». Вы скажете, спасибо, доктор. А можно узнать, какая болезнь? Он говорит, у вас болезнь, которой в медицинской энциклопедии нет. До свидания. И желательно закрывать двери и убегать от этого врача. Вот после 61-го пасука евреи очень сильно испугались. Они испугались, что непонятно, что на них упадет. И плюс они испугались того, что будет полное уничтожение. Вопрос. Теперь нам стало понятно, почему они испугались. Этого не было в 49 проклятиях в Быху Катай. Но зато эта штука появилась в 61-й пасук у нас. Скажем так, частично мы ответили на первый вопрос Зера Шемшона. Но что хотел сказать Раши? 100 минус 2. Я думаю, теперь вы уже понимаете. В реальности было 100 проклятий. И эти проклятия, болезнь и удар, это 99, а это 100. Болезнь 99, а удар это 100 проклятие. Но так как проклятия непонятные, неописанные, неточные, то Раши и указал 100 минус 2. Как раз это Раши и подразумевал 100 минус 2. А переводчик решил 98 перевести. Надо быть честным, что другие мудрецы Торы, кроме Зера Шемшона, каждый пытается ответить на этот вопрос и на Раши. 100 минус 2. Например, я услышал у нашего Рава Мойша Дерунова мнение Маски Ледовид. Это один из основных комментаторов Раши. Маски Ледовид дает совершенно другое объяснение. Сейчас я вам продиктую, расскажу. А вы сравните его с мнением Зера Шемшона. Маски Ледовид дает толкование 100 минус 2 Раши. Он говорит, действительно, если мы внимательно с вами посчитаем, найдем 100 проклятий в Китово. Но два из них повторяются в Бэху Катай. У нас есть два проклятия, которые присутствуют и здесь, и там, и среди 98, и среди 49. Вопрос, какие проклятия присутствуют там и там? Тут, я думаю, некоторые из нас должны ответить на этот вопрос. Алекс, не знаешь? Ну вот сейчас прям так не скажу. Надо подумать. 28-23. Смотри. 28-23. Вот. И будет небо твое, что на твоей головой медью, а земля, которая под тобой, железом. Помнишь этот пасок? Да, 100%. Помнишь, у нас Китово в данном видео. Вот я вам сейчас его показываю. И он был похожий пасук в Бэху Катай. Но. Разница. Если в нашем пасуке, в Китово, у нас небо, а земля будет железо, то там наоборот. Там медь будет внизу на земле, а железо наверху. Мудрецы говорят, а что это такое? Что поменялось? И они же дают ответ. Они говорят. Дело в том, что медь представляет собой влагу. А железо это сухость. Сухая, твердая. И поэтому в нашем пасуке, в Китово, влага вверху, а сухое внизу, это является облегчением, чем было в Бэху Катай. Там наоборот. Там было железо вверху, сухость вверху, твердость вверху, а влага внизу. Это сама по себе интереснейшая тема, и когда-нибудь мы этот пасук будем с вами разбирать очень глубоко. Сегодня задача не стоит. Сегодня я просто хочу сказать, с точки зрения Маски Ледовид, это является повторением проклятий, которые уже были в 49-ти. И они облегчаются. Проклятия, которые мы видим здесь, становятся чуть проще, легче для того, чтобы их перенесли евреи. Облегчение. Поэтому, говорит Маски Ледовид, Тара их не учитывает, точнее Раша их не учитывает. И он пишет 100 минус 2. То есть проклятия уже были, они пошли по облегчению, и можно их вычеркнуть. Поэтому получается 98. Так сказал Маски Ледовид. А теперь сравните с тем, что сказал Зайра Шемшон. Зайра Шемшон, говорит, наш ключевой пасук. Это 61-й. Болезнь – это 99-е проклятие. Удар – это 100-е. Мне Зайра Шемшон гораздо понятнее и приятнее. Дальше ответ в вопрос номер 3. Почему Маше выбрал такие странные слова для утешения еврейского народа? Вот вы сегодня стоите. Почему вы не сегодня сидите, например, да? Зайра Шемшон говорит, самые главные слова, которые утешили и успокоили евреев, то, что они стоят – лифней Ашем Элокейхен. Перед Всевышним они стоят. То есть они не просто как бы умерли от болезней и всех проклятий, которые были. Они стоят. И не просто стоят, а стоят перед лицом Ашем. Напомню, что стоять перед лицом Ашем – это большая-большая привилегия. У нас в пророках ангелы стоят перед лицом Ашем. На суде, между прочим, люди, когда стоят, тоже написано – лифней Ашем. Только большие-большие праведники стояли перед лицом Ашем. То есть стоять перед лицом Ашем – это дорогого стоит, говорит Зайра Шемшон. И он продолжает. В нашем пасуке, в этом страшном, написано – до уничтожения твоего. На иврите это звучит как ад до, гишамдах – до полного твоего уничтожения. Но вы ведь, говорит, знаете, Зайра Шемшон, напоминает нам, что праотцам еврейского народа было обещано, что народ полностью не исчезнет никогда с лица земли. Как это можно понимать буквально тогда, до полного уничтожения, говорит Зайра Шемшон? Не может такого быть. Кто-то, но останется. Даже когда Всевышний хотел уничтожить еврейский народ после Золотого Тельца и хотел из Машера Бейну сделать народ, вот видите, один Машера Бейну, наверное, со своей семьей остался бы. Праотцам еврейского народа было обещано – полностью народ еврейский никогда не будет уничтожен. Поэтому, говорит, то есть есть такое выражение, наверное, вы знаете, в песнях часто его слышно – «Ам Исраэль Хай». Народ Израиля жив. Ам Исраэль Хай, ам Исраэль Хай. То есть, получается, говорит Зайра Шемшон, что этот 61-й пасук, с одной стороны, является самым страшным среди всех проклятий, а с другой стороны, он является самым обнадеживающим. Каким образом он является самым обнадеживающим? А потому что нельзя его понимать буквально. Другие пасуки с проклятиями тоже не стоит понимать буквально. Если мы будем понимать его буквально до полного уничтожения еврейского народа, мы знаем, что это нереально. Не будет уничтожен весь еврейский народ до полного. А раз этот пасук нельзя понимать буквально, значит, и другие проклятия можно не понимать буквально. Они не в полном смысле слова проклятия, а скорее предупреждения, говорит Зайра Шемшон. Ура! Вот оно и есть утешение. То есть, 61-й пасук очень странный пасук. Он уникальный в своем роде, говорит Зайра Шемшон. В отличие от других мудрецов, он не рассматривает все эти проклятия как проклятия. Они написаны как предупреждения. От себя скажу, что очень многие хасидские рэбы точно так же рассматривают эти проклятия. И наш пасук уникален в чем? Во-первых, именно этот пасук заставил евреев бояться дрожать и лица их побелели. Они очень сильно испугались. А с другой стороны, этот же пасук заставил их поверить, что это не буквально. Что есть надежда. Что полного уничтожения не будет, что здесь написано, как было обещано про отца. И пасук имеет внутри себя и надежду, и страх. Вывод и урок из жизни из Зайра Шемшона. Конечно же, проклятия очень страшные. Еврейские мудрецы, некоторые теряли сознание, когда читали Тору и эти 98 проклятий. Они звучат очень жестко, если не жестоко. Речь идет, конечно же, не о полном уничтожении еврейского народа. И Ашем намекнул об этом в 61-м пасуке. Это ж надо. Он выбрал самый страшный пасук и намекнул, что это не буквально в этом же пасуке. Можно было в это дело в 62 намекнуть. Никогда нельзя отчаиваться. Нельзя терять надежду. Всегда есть выход, говорит Зайра Шемшон. Я останавливаю запись. Если у вас есть вопросы, я готова ответить.